Глава Литвы, находясь в Киеве, отметила, что как бы Украина не старалась реформировать госсистему, добиваться евроинтеграции и обеспечить безвизовые путешествия в Европу, одной из основных головных болей страны остается коррупция. Украина – это страна, сталкивающаяся с вызовами, и связаны они не только с войной, с экономическим состоянием и реформами. Несомненно, они связаны с коррупцией. Первые декларации показали, насколько в стране велика теневая экономика и насколько коррумпирована власть. Могу сказать, что ни в какой войне не удается добиться победы, если страна будет парализована коррупционным бременем. Даля Грибаускайте отмечает, что за два года страна добилась многого. Запустила систему декларирования имущества и доходов, проводит судебную оборонную реформу и реформу госслужбы. Повышает энергетическую независимость, улучшает условия для бизнеса, но за столь короткий период полностью изменить ситуацию, конечно, сложно, сказала президент. А Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что самым большим достижением Украины стали инвестиции в оборону его государства. Вы знаете, что 5% от нашего ВВП мы выделяем на оборону. И я горжусь тем, что с помощью наших партнеров нам за два с половиной года удалось построить с нуля новую, мощную, современную и высокопрофессиональную и эффективную украинскую армию. По случаю 25-летия установления дипотношений между Литвой и Украиной, президенты двух стран приняли совместную политическую декларацию и подписали дорожную карту развития стратегического партнерства на 2017-2018 годы. Первое лицо литовского государства подчеркнуло, что Литва будет продолжать поддерживать Украину. Грибу из Кати открыла в Киеве Литовско-Украинский экономический форум, где президенты призвали бизнес-сообщество развивать двустороннее сотрудничество. Кроме того, в центре Киева появился Литовский сквер близ Софиевского собора, ставший символом крепкой дружбы. Под гимны Украины и Литвы президент его открыла. Литовский сквер – символом нашей дружбы. Дякуем, что и сердце Украины завжды будет сходание имя Литвы. Слава Украине! Даля Гриба Ускайте в рамках визита возложила венок к памятнику Героев Небесной Сотни. А президент Порошенко на общей пресс-конференции с особой радостью обратил внимание журналистов на то, что глава Литвы во время визита в Киев не нуждалась в переводчиках с украинского языка. Ирина Высокович, Первый Балтийский канал.